как приветствую друзья с вами как всегда креатив это аналитика 5 серии лиги миноров расскажу что было что будет и так далее серия вышла с задержкой так как мне пришлось праздновать день рождения и что-то было не до этого в общем играю на польше из интересных событий в скобочках не особо у нас было 2 войны с украиной в которой она по сути просто сдала провинции потому что разница или стран слишком колоссальная также мы пошли повоевать с персией но примерно на середине анатолии нам персия капитулировала и мы встали обратно также из интересного мы застроили вообще всю страну мануфактурами мануфактуры которые стоили по 200 монет дали нам нереальный буст конкам у сейчас это 220 монет это конечно же под польским бафом в 33 процента но на данный момент мы топ-1 инкам и деньги тратить некуда следующая трата будет открыта на 14 техе не даже на 16 до откроем домики а на 15 до откроются домики на рекруту соответственно мы будем перестраивать наши мануфактуры в первую очередь в степях на рекрутские он данный момент я посчитал что бонус 200 монет слишком жирный и просто так как я не знал куда тратить деньги учитывая то что я застроил вообще всю страну всем что надо мне осталось только прокачать немножко провинции и добить лишнего слота зданий и эта страна будет полностью застроена как-то так в принципе это все что можно сказать о моей польше качал правы по сути никто не захотел со мной воевать и у меня особо вариантов не было так пойдем по странам так рока рока происходили загадочные события рока на начало сессии по моему плюс минус напала на салутся напала под военной реформой и с овертехом напала но на итальянцев но из-за того что пришли одновременно салутся болонья и швейцария у марокко не было особо шансов и в итоге она проиграла наверно единственное что марокканин сделал неправильно это то что не сформировал андалусию выиграть конечно он бы эту войну все равно вряд ли выиграл даже с андалусией но хотя бы ему бы ее не заблочили а на данный момент он вынужден сидеть и самыми лучшими идеями хотя в нем уже вернули бенинский принципе идеи нормальные не сильно много бустов андалуся бы дала ну кроме конечно же шикарных квестов атак об 2 нкам по миру с минус инфляцию так и не сбросил хотя в админка имеется даже учитывая это админку сливать что за на паузе понажимая кнопки плюс 10 баланса вот и проебаные очки не подумав так а чё у нас по армии армия топовая то есть по лимитам она в принципе по лимитам не так уж и плохо я думал что это у меня недостаточно достаточно неплохо за счет за полной застройки 1 я рашка персия это польши и персия полностью застроена на лимиты дальше идут страны ганновер точно застроен баллоне застроена пруся застроена марокко я так подозреваю тоже а нет марокко не застроена то есть марокко тут спокойно разгоняется где-то 4 сотки данных землях и будет хорошая страна когда-нибудь единственное что марокканцу срет это то что у него эти группа западно африканская и тут в итоге пехота на каком-то моменте станет сильно ужасным да у него нет обновления на восемнадцатом 15-23 ручно восемнадцатом техе он будет просто умирать коротко так эйр эйр наверно наконец-то заслужил право показаться на стриме но на стриме на записи тем что он до сих пор жив это можно похлопать похлопать на ров конечно не прокачала особо но республика и принципе все заебись не знаю с чего он стартовал а если он стартовал с племени то не понимаю почему он не реформировался в нормальную тех группу но это уже неважно данный момент у него очень мало денег и мало лимитов но по сути это придаток марокканца пока марокканец ему дает он живет и соответственно марокканцу ему невыгодно убивать потому что иначе тут будут всякие прилипало вроде итальянцев египта польши рума короче все желающие сбегутся отрывать все куски и марокканец получит меньшую часть как так также марокканец и эйр воюет за хомяка война которую мы сейчас просмотрим ганновер напал на францию силы ганновера франции наверно все-таки ганновера франции и эйра примерно схожи поэтому ганновер не смог закончить эту войну достаточно рано уже прошло четыре года и по сути на границе соблюдается статус кво захват трех крепостей произошел француз естественно перейти в атаку не может первую очередь потому что у него ноль профессионализма по сути следующие бои которые он будет давать это будут и на мерках хороших бант у него к сожалению нет он банда с 14 пушками 12 пушками что пехотных банд реально нету и 20 раз два три три банды плюс independent arm 4 это все выявится примерно 5000 монет 5000 монет это довольно таки много займов хотя у него он прок а он монетарку взял я понял короче он готов воевать до талого кстати хомяк хомяк важное что сделать если будешь это смотреть качай любую провинцию на паузе чтобы нажать вот это вот потому что проигрывая бои ты скорее всего не сможешь потом прожать империю если ты не собираешься куда-то перекатываться а ты вряд ли собираешься это самое то данный момент инкам позволяет просто не умереть от первого чиха который совершил ганновер плюс союз с вб и в принципе пришел эйр позволяет не соблюдать вообще все требования ганновера поэтому тут танцы надо дипломатить как с полноценным субъектом дипломатии они объектом ганновер второй участник войны удивляется тем что имеет 100 профессионализма и фокус на военке на данный момент об страна то есть если так посмотреть то польша пруссия ганновер потом россия потом персия в вазе я не смотрел к сожалению поэтому не могу сказать мраканец даже пока что это топ страны и это не перестанет быть пока большая часть не прокачает ну вроде меня который качает просто лютыми методами у меня прокачка одной правы там в районе 80 очков стоило 10 потом естественно дороже ну вы поняли это православие детка также а он уже все он протестант он был императором сри долгое время надеюсь скором времени начнется война лик и мы выберем какого-нибудь нового императора и будем передавать имперку ах как же это классно или нет ну вот дальше по войне тут куча денег займа ему брать не придется инкома почти в два раза больше что компенсируется тем что он воюет один вряд ли ему кто будет помогать также и за францию вряд ли кто вступится по сути кто может повлиять это вб у которой ну квандити экономика эксплор ничего не поменялось все очень плохо и все то есть больше принципе некому лезть во францию разве что вот больший царец которого по сути принудили к миру с фалий но мы посмотрим что будет пока что ганновер выглядит очень сильно переходим на следующего фалия фалия завершила свой конфликт против швейцарии на начало прошлой сессии получила всю богемию по моему там я не помню сколько провинций но не суть плюс от швейцарии была отторгнута лусатия лужица и я ему продал три провинции свои в богемии которые мне в принципе были не нужны я не знаю зачем я их взял но считайте разменял их на тысячу монет как то так дальнейшее развитие видится так что либо у меня либо во францию либо в ганновер потому что швейцария подозреваю у них договора но учитывая то что в швейцарии 200 агрессивки которая падает довольно таки низко тут тоже может начаться новый виток конфликта причем непонятно кто его инициирует швейцария как и в эсфалья находятся в одном положении по сути это равные страны и на данный момент я думаю они ждут когда кто-то из соседей совершит ошибку когда это случится непонятно швейцария в принципе то же самое что и в эсфалии разница только в форме правления форма правления позволяет швейцарии даже учитывая отторгнутые провинции разогнаться по деву веселее чем в эсфалец учитывая то что у эсфалии начали приходить какие-то мерзавцы в правительстве у него столицы а вот я слепой а даже учитывая потерянные провинции у швейцарии уже на 150 дева больше эта разница будет только увеличиваться потому что количество провинций схоже а очков здесь гораздо больше здесь за сессию полторы будет каждая провинция в 30 дева то есть в этих землях швейцарец наберет 1000 дева будет императором инкам кстати плюс минус такой же такой же как у франции кстати и уже и лимиты и понятно ну тут клепается шпионка на францию что как бы намекает на то что здесь что-то будет с францией вот такие пойдут во францию я бы наверно опасался что юсфалия может против меня пойти вполне возможно но надеюсь этого не случится ну или случится может быть веселые войны вот так а лучше один из участников марокканской войны которая по сути получила все бонусы от захвата земель к сожалению в иберии видимо не предвидится испании марокканец исламский а на форум испании нужно чтобы муслимских стран не было в регионе и это почти нереально уже на данный момент сделать близко к нереальному и поэтому тут уже расширение салуции идет только с точки зрения просто провинций это я думаю он не хотел воевать потому что даже на конец прошлой сессии там были существенные проблемы в стране и но он сидит чисто на трейде у него таксов и продакшена нет ответственно он потратил огромные силы на войну у него не застроены домики он сидит на монополиях то есть тут в принципе чуть побольше должно быть дохода и монополий но принципе не так уж и много в общем страна хорошая но может развалиться от любого чиха полония ну и сильные эти страны пока они друг с другом дрожат как только они между собой посрутся их разделят соседи поэтому как и с любыми итальянцами сила в единстве еще одна страна которая сидит на трейде том числе на трейде который построил я по сути здесь половина рагуза я не знаю он тоже застроил да он застроил в принципе тут напополам трейд но я думаю около у меня повыше потому что я вообще в каждой провинции бахнул по мануфактуре я сомневаюсь что он так сделал я думаю хотя и принципе у нас равны этот локал мы даем плюс-минус поэтому принципе разделение трейда честное а мой личный взгляд может быть это не так от на 50 примерно она которая сидит на венеции принципе быть плохой не может но в какой-то момент он упрется в кап ну этот кап еще не скоро учитывая то что у него куча земель на балканах которые не имеет например швейцария это земли которые можно прокачивать плюсом он сидит на республике соответственно с такой республикой и с конечным нодом он позволяет себе копить огромной массы денег и и воевать в принципе и хочет конечно осуждаю отсутствие крепости где-нибудь на равнинах ну не знаю максимально глупо то есть даже не знаю учитывая то что он пытался заключить не на спруссии про ой это не на оборонку против меня с пруссии если у нас будет война вот это вот часть страны которая не защищена крепостями крепостями будет перманентной оккупацией прочь такой си плюсом здесь крестится в баварскую культуру то есть он хочет стать баварией когда это случится но видимо даже позже чем я сформлю какую-нибудь византию потому что перекрещивание ебанутая но принципе когда-нибудь здесь станет нормальная страна а пока что у него 10 морали в зато есть re-election cost где он там 20 процентов вообще шикарная идея если он позволяет себе всегда переизбирать правителей это так так вот там дальше пруссия не давайте кбр 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 который каждую сессию меняются игроки то есть два игрока сидят очереди один во вторник другую в субботу и у нас в б представляет собой жалкое зрелище страна которая ни с кем не воевала она отдала ирландию пирату не знаю зачем это было делать это ну глупость то есть подставляться под то что тебя еще и грабить будут при малейшем конфликте такое принципе он хотя бы собрал шотландцев которые здесь имели количество огромное профи огромное количество и застроился мануфактурами топ-2 инкам после меня за счет шеринга но по сути марокканец топ-2 но тут в принципе все неплохо учитывая то что он сидит на ла-манше тут плохо быть не может конечный узел лимиты ну quantity честно ему отменить вот эту херню и закрыть какой нибудь маритаем и параллельно следующую ветку закрыть quality и нормально как раз тех подходит не знаю вообще ни одного повода чтобы алонить реально это максимальная глупость учитывая то что нас галисия которая аннексирует все свои колонии одной кнопкой но это максимально бестолково учитывая малая которая уже в кейпе то есть колонизация bsk крайне сомнительно учитывая что кроме него принципе клонизировать некому рейда в биска можно набрать только поставив купца в тимбукту кацину и конга ну она того не стоит закрытия ветки то есть если ты уже держава в европе и уже не успел в колониальную гонку ну три нормальные идеи ну чтобы стать нормальной страной по сути страна сохраняет такие же перспективы как и в прошлых сессиях она живет только потому что и дают жить я же ганноверы франции пруссии просто берешь и прыгаешь к ней высадкой более карак здесь нету кровал нету бригов нету короче все плохо хоть британские идеи но не ну в принципе через сессию здесь будет нормальная страна но через сессию когда он закроет еще ветку идей хотя бы квалити так русак русак один из тех а парус ганноверов которые счастливы тем что у меня нет нормального узла все мои мануфактуры идут по трейду здесь я-то и отдаю трейд руму есть мануфактуры мне ничего не дают по сути про гузи мануфактуры я делю на пополам с баллоней но это хотя бы обусловлено тем что тут как бы равное производство плюс-минус здесь конечно ничего не вытекает но по сути это крым и локал пешта радует и больше которая ну сколько я имею я нихрена там не имею будем честны 386 влияние на 270 учитывая что здесь эти 270 еще растут от всяких швейцарии выставали и так далее то есть тут вытягивается напополам по сути локала здесь мало сколько здесь 31 монета остается 34 уходит то есть я получаю здесь 40 процентов от того что мог бы если у меня был это нормальный нот и пруссия по сути сидит на моих деньгах я вкладываюсь видимо в ее экономику чтобы она меня потом отпиздила но если коротко что у нас было по взаимоотношениям я передал лезию руси ну чтобы красиво смотрелось в принципе еще бы передать конечно но по моему здесь не совсем было бы красиво это историчные границы пруссии мне нравится в принципе красиво пока что выглядит красиво но правда если бы здесь еще был нормальный швед там вообще красиво было сейчас пруссия присоединяет швецию это произойдет уже очень скоро и здесь будет такая огромная некрасивая плямба вместо компактной маленькой пруссии но он как бы вкладывается входит в свой лимит милитаризации принципе ему хорошо после присоединения швеции будет похуже но в принципе хорошая страна лимиты я так понимаю застроены лимиты застроены да да не хватает совсем чуть-чуть мануфактуры построенный так и сяк я так подозреваю он не строил их да он не строил их очевидно на коровах всяких которые будет потом застраивать на рекруту честно вот без этих 38 монет было бы тяжелее к мы здесь меньше чем хотелось бы то есть можно спокойно отменять сколько он получает 61 20 монет точно можно срезать по сути за этого но не 20 наверно по идее 20 на может 20 ну да тут еще вытягивается фламанш короче 20 можно срезать если посмотреть на чистый доход пруссии прочее обыкновенная пруссия куча денег лично ой нету денег отличной армии так далее так правильно рай ну я не знаю если смысл смотреть к сожалению стране очень плохо но там принципе если бы там сидел стартовый игрок или хотя бы тот кто держишь по моему заменял одну сессию меня было бы жалко их пилить принципе там нормальная страна по сути я ее сам собрал ею не трогал можно было бы ее использовать как буфер от россии учитывая то что игроки постоянно меняются херня происходит то есть по сути сторона на данный момент представляет из себя консерву которую не трогают пока она никому не нужна довольно таки странно но по сути есть если сядет постоянный игрок то там еще отличное везение с тем что у него правители прям шикарные ролятся это по-моему второй 566 первый правил 70 лет и ну вот таким правителем даже банкротства не страшно честно есть все шансы стать хорошей страной но если нет хорошей страны он уже не будет он будет подсосом да в принципе может весело повоевать ну это по сути тот же эйр пока что правители вытягивают в принципе этой как и рум эйр мушаша такие страны которые вроде как могут воевать но не сами перейдем к руму рум который или со мной конст я уехал с конста кучу времени я давал весь свой трейд здесь жалко конечно но в принципе не жалко рейд у него был плюс 10 монет от моего но как вы видите здесь к оперед весится или не знаю зачем но чел не адекватен и скорее всего у нас следующая война будет тут как то так ну а что с румом то сказать о мертвых лучше хорошо или никак мы сходили с ним в персию версия капитулировала страна умудрилась взяв четыре провки сделать анклав довольно смешно но ну что есть что определенно что есть в принципе тоже выступает как буфер от азии если что можно воевать на его территориях обороняя их но по сути страна очень слабая здесь проеба организатора в том что здесь посажена была страна которую ездит осман потом страна которая рядом лучше бы каюму конечно был о каюму был хотя бы шанс сделать нормальную страну у ирмияна к сожалению анси так себе она перекрестилась православия принципе даже автономии смысла хотя нет есть нет нет одному проценту это не автономии принципе нормально все жить можно жить можно могло быть хуже и плюсом как бы персия которая пилится индусами версия которая который будет очень сложно задиплить но в принципе с румом реально задиплить но плюс рум слабый с мушашей тоже реально задиплить то что мушаша слабая а вот с индусами уже непонятно потому что индусом вроде как либо в персию либо друг в друга вот как то так так персия заменял ликрит принципе тут хорошая страна отличную страну оставил кактус но там сколько было 100 профессионализмом по моему начало сессии уже ноль война тотальная против мушаши не знаю какого черта он вообще пошел туда я не я не уверен что по моему он напал на мушашу мушаши взяты оборонительные идеи и параллельно есть в идеях от лишен врагов и сейчас потери с мушаши у него просто зашкаливали его на территориях мушаши плюс там воевал йемен и кафа война была явно не проще чем война против индусов и по сути персию трогают за коленки у роярик там что-нибудь соберет и самаркан себя соберет в итоге нормально будет честно персия выходит на второй план по сути первое место vd ее порезали до 2 ой 9 конечно ну да 9 под его 8 9 все довольно таки прискорбно я что он все еще отлично может качать принять кстати ликвид походу вообще не качал провинции учитывая то что здесь есть волшебная кнопка 15 на 20 скидки прокачки в столичной области можно переносить столицы но из-за того что он воевал войне нельзя перенести столицу ответственные провинции он не прокачал ну скажем так персии надо договариваться с индусами или хотя нет и персу надо договариваться с одной из сторон с которыми он воюет без союзников в этом регионе не вытянуть так пенджаб это страна которая была с количеством персии дал закрыть качество еще в начале прошлой сессии были конфликты очевидны еще он не стал сжимать перс и забрал какие-то казуальные там пару провинций в рохе которые по сути нахер не нужны но и убить он пенджа принципе не мог потому что если бы там игрок просто капитулировал нам даже да просто стоило бы дождаться когда придет всякие тибеты которые закроют дополнительные 5 дисцы с формы правления и тут вот тибет сейчас одна из самых сильных по качеству армии стран наравне с пруссией также здесь майсур и как мы видим еще регион в котором нет оде единые яишки а и у майсура союз с персией он отказался от войны за персию так понимаю ну я чувствую персию отпиздят и повернуться на майсур это принципе очевидно и задушат также гуджарат в итоге тибет и пенджап останутся в азии в индии на двойничка что-то такое как мне кажется тут ава которая плакала на свою жизнь как бросила кхмера маньжур своими сомнительными действиями еще прошлых игроков по сути оставил весь индо китай ави знаю это проеб именно маньжура или это победа дипломатическая авы но по сути ава кинула и кхмера и маньжура закрепив за собой регионы до китая по сути кроме нее видывая что у нас нет колонистов от регион никому не интересен также маньжурия воюет с японией не знаю нахера вот это вот делает учел страдал страдал на японии можно было ему дать вы пожить но как мы видим слабых убивают это так рея рея так понимаю отвалилась сибы восстаниями короче здесь страны нет маньжурия может быть станет страной сформировав японию может быть когда-нибудь и так далее так малая малая ну что сказать про морскую страну которая одна по сути тут дети колонизировать строить корабли на данный момент он топ-1 по кораблям я думаю он топ-1 по морякам личная сторона но тут просто не может быть плохой стороны учитывая то что его некому пилить почему-то нет советник кстати почему при доходе 120 нету хотя бы вторых советников хотя бы полу а лучше повыше конечно он из-за того что он пират у него он же пират да он пират у к нам уже минус копасти есть а гавернин кост то есть не минус копасти плюс стоимость по сути он имеет плюс 80 процентов стоимости здесь мсот дэва ну хорошая страна но это просто непонятно чем заниматься в лиге миноров кроме как попиздиться со всякими в б другими пиратами и так далее так что там по другому пирату как мы видели там было 90 карак здесь 18 карак 80 каравел 75 галер принципе ну 75 галеры уважаемо а вот 18 карак но определенно вот это вот не защитит ирландию навязывается бой одной одним стаком из-за пока идет бой идет высадка полтинника полтинника который держит всю ирландию как-то так короче ирландия сомнительное предупреждение приобретения плюс у него нет союзников союзник с персией союз с итальянцами у которых проблемы своих навалом короче такие шутки за 300 но воюем по воюем посмотрим что будет так кого я не глянул кафа афа афа участвовала в конфликте замуж ашу против персии у него ничего не изменилось сначала прошлой сессии он достиг своего предела плюс-минус страна которая но дит как мамлюк по сути ему разогнаться можно было только запилив йемен даже не именно это он не был бы настолько эффективным как йемен часы довольно таки компактная страна у него есть если что мэйн в эфиопии в который можно уйти в случае кризиса и довольно таки долго обронять эти горы потому что там реально воевать врагу неудобно а также непонятно что будет делать кафа тут похоже ведет такую же политику как и я и убивает также руму шашу пою через одну страну с персией ну принципе он нормально нормально себя чувствует или может он не воюет с умом потому что я его не даю пилить как то так понятно йемен йемен 22000 монет в казне но тоже одна из топ держав на данный момент он сидит в зензибаре который никто не утягивает это радует плюсом можно иметь кучу кораблей здесь здесь и вытягивать реально огромные суммы бабла в принципе не знаю зачем бабло учитывая то что скорее всего здесь а нет не застроена ладно я ошибся можно было бы еще побахать домиков мануфактур тоже ограниченное количество не знаю мне кажется это жадность а ну наверно нет я не прав в том что тут же мануфактуры на слоновую кость не появляются чуть попозже и застраиваться на данный момент учитывая ограниченное количество коров ему точно на коров не следует лучше уж потом их прокачать на реагруту как то так в общем копит деньги копит деньги хорошая страна российские идеи позволяет себя нормально сочувствовать кстати 10 морали 10 комбатки пехоты и по-моему лишь шок какой-то был а и женя получаем шока одни из лучших идеи для минора особенно на старте игры я бы сюда еще чем-нибудь добавил по чуть-чуть может плюс 10 натиска кого-нибудь и вообще конфетка была бы но эти плюс-минус 10 натиску он лутает школы конечно у него проблема с тем что он вот эту шку а о лол эта школа перешла версии бахмане охренеть это довольно таки прикольно я ну зато слишком можно залутать они со стороны с которой ты воюешь а конга ну а конга сказать ничего там сидела по моему ишка или замена или что такое не расширилась непонятно что галисия также увеличила свой потенциал в количестве дэва прошлой сессии он когда формировал техас он получал 1100 дэва в этой сессии уже 1700 то есть где-то за 25 лет он получил дополнительно 600 дэва роче самый большой прирост дэва в американце причем это все закоренное и короче страна конфетка имба так пинки пинки которые но я не помню как они себя показали сидит просто сидит ну в принципе сидит и сидит он не мешает сидит иди так у нас а правда не знаю где ловек наш на колониалки он наверное на колониалки сидит крестью этот человек на колониалки вайн лэнд и на лэнд и страна которая сформирует аляску в принципе когда-нибудь тоже будет интересной страной но смотрите и пока что не буду также у нас здесь бали которая хочет видимо сформировать также как техас страну полонизирует то там я думаю тут какой-нибудь вермонт попробует сформиться но когда-нибудь здесь что-то будет но не скоро ручка как-то так ладно вроде как я а я россию не посмотрел очень непс давайте конфетку посмотрим россия сформирована из гиркенда которая имеет уже 300 лимита жалению тут нет казаков поэтому manpower pull реально маленький и взять его от неоткуда потому что что качается нету земель вот если ты с казаками степи качаешь просто в удовольствие то из казаков сущие мучения а качать ему по сути больше нечего потому что у него страна стоит на 50 процентов на 30 процентов из пустынь 50 процентов из степей и еще процентов на 40 из всякой какого говна с климатом арктики и ему единственное что можно качать это пять десять процентов в европе от новгорода до казани и это реально выглядит страшно просто орг насрал то что не дал казаков не дал группу и понятно что тут будет происходить но тут опиливаются яички но чисто выглядит очень слабо чисто за счет того что нет казаков плюс он делит трейд в новгороде и стопает казань и еще одновременно торгует в юмени у него нету нормальной торговли короче это реально я бы не хотел на такой россии играть честно вот это такая комбинация безысходности и россия россия короче все что нужно знать какая будет россия если у нее не будет восточной эти группы и казаков конечно он когда-нибудь застроится но блин у него даже строй поставлены мануфактуры довольно таки нормальное количество не самое плохое количество мануфактур который он может поставить но дохода то нету весьма через и три сессии только но он до 200 доберется но через сессию до 200 доберется там и ступниц что за счет того что его ворует новгород под казань немножко бессмысленно узла так ну короче такие же проблемы как и у меня уже нет узла где торговать по сути балтийцы жиреют за счет того что у них есть куча трейда здесь куча трейда вот здесь как то так причем пруссия при желании может поставить сюда еще купца здесь всего 80 трейд влияния пассивно вытекает почти половина если здесь будет купец здесь пруссак перебьет влияние где-то 80 на 120 будет где 60 процентов указаний утечет где торговать ничего не понятно прочь как то так ладно спасибо за внимание с вами был креатив продолжение завтра приходите посмотрите если будет интересно то давайте всем пока